Привет, друзья! Вы на канале Каривы Жизнь на Кипре. И сегодня я для вас сняла видео, чтобы рассказать, как самостоятельно можно сделать ВНЖ на Северном Кипре. Вид на жительство. Этот вопрос волнует всех, кто хочет приехать на Северный Кипр для постоянного проживания, а также для тех, кто просто хочет периодически приезжать сюда отдыхать. Для начала я вам хочу рассказать о том, что на Северном Кипре беспрепятственно вы можете находиться 90 дней в полугодии. При въезде на остров вам пограничник поставит въезд 30 дней. Затем вы сможете через месяц приехать в миграционную службу и продлить этот срок. Многие риелторские компании, прибегая к Мартингу году, рассказывают, что они вам помогут оформить вид на жительство, если вы приобретете недвижимость через их компанию. Я хочу вас обрадовать и сказать, что вид на жительство на Северном Кипре открывается очень легко, и вы сами сможете это сделать. И я вам в этом помогу. В свое время нас проконсультировали несколько специалистов. Также я хочу выразить благодарность Лизе, которая работает в Голдмаркте, которая мне помогла консультациями, и мы смогли без проблем открыть вид на жительство. Сейчас мы консультируем также других людей и помогаем открыть им вид на жительство. Вид на жительство – это разрешительный документ, который вам дает право находиться на острове, сколько вы захотите в течение срока, на который открыт вид на жительство, обычно это на год, и спокойно перемещаться, выезжать и въезжать на остров. Оформить ВНЖ, вид на жительство, вы можете при приобретении недвижимости, а также при долгосрочной аренде. По-другому это называется – по большому высокому доходу. Что в первом, что во втором случае, вы должны показать на счету движение денег, только по приобретению недвижимости эта сумма будет значительно меньше, чем при аренде. Конечно же, для нормальной жизни на Северном Кипре необходимо вид на жительство, даже для того, чтобы ваши дети смогли учиться в школе. В некоторых школах просят документ этот, чтобы себя перестраховать, потому что ваш ребенок, он несовершеннолетний, и должны понимать в школе, что вы никуда не уедете с острова, что ваш ребенок с вами, что у вас не возникнет никаких визовых вопросов, а также финансовых. Вид на жительство не дает права на работу на Северном Кипре. Для этого необходимо оформить рабочую визу. По темам работы и рабочей визы мы в дальнейшем, в ближайшем будущем снимем для вас видео и все расскажем. Если вы откроете вид на жительство по приобретению недвижимости или по долгосрочной аренде, то есть высокому доходу, а в дальнейшем захотите работать и получить рабочую визу, то данная виза, она аннулируется, и вы спокойно живете и работаете уже по рабочей визе. Если сравнивать с другими европейскими странами, то я скажу, что процедура оформления, получения вид на жительство на Северном Кипре несложная, даже очень простая и быстрая. Здесь не нужно замораживать на счету какую-то огромную сумму. Здесь также не нужно покупать недвижимость на определенную сумму. При покупке недвижимости на любую сумму вам дадут вид на жительство. С 2019 года процедура получения вида на жительство стала автоматизированной. То есть вы можете подать заявку, зарегистрироваться онлайн. Хочу заметить, что все лица после 18 лет для проживания на Северном Кипре обязаны получить вид на жительство. Детям не нужно оформлять вид на жительство, они прикрепляются к взрослым. Пожилым людям после 60 лет также нужно оформлять вид на жительство. Раньше они автоматически его получали. Сейчас эта процедура такая же, как и для остальных. Единственное, им не нужно сдавать анализы. И первый год дается на год, а далее пожилому человеку-пенсионеру дается на два года. Как только вы получили вид на жительство на год, и по истечению этого срока вы должны снова пройти заново полностью всю процедуру. Недостаточно показать предыдущего вида на жительство и попросить, чтобы вам его продлили. Нужно также сдать анализы, нужно показать деньги на счету и собрать пакет документов, снова зарегистрироваться. Вот я вам сейчас расскажу, поэшагово, что надо делать. Вот мы с вами плавно перешли к оформлению вида на жительство. Я еще раз повторяю, что вся эта процедура происходит онлайн. Есть сайт, на который вы заходите. Я вам прикреплю этот сайт внизу в описании под видео, на который вы заходите и попадаете на сайт Министерства иностранных дел в миграционную службу. Кстати, у нас пошел дождик. Я не знаю, как меня слышно. Я надеюсь, будет слышно хорошо. Декабрь, зима. Видите, как у нас пошел. Далее вы там должны зарегистрироваться, создать логин и пароль, создать свой личный кабинет. Далее вам будет предложена анкета, которую вы должны заполнить. Анкета на английском или на турецком языке, на выбор. В анкете вы должны заполнить паспортные данные, фамилию, имя, серию, номер паспорта. Когда кем выдан срок действия, хочу заметить, что обратите внимание на срок действия паспорта. Если он у вас в скором времени заканчивается, вы знаете, что вам не дадут вид на жительство на год, если у вас через 5 месяцев заканчивается паспорт. Также вы должны указать идентификационный номер либо, если у вас был ранее ВНЖ, указать номер предыдущего ВНЖ. Также в анкете вас попросят указать фамилию и имя ваших родителей, мамы и папы. Также обратите внимание, что вы должны указать в анкете свой номер телефона, чтобы он был правильный, потому что ваша страничка привязана к номеру телефона. После того, как вы заполните свои личные данные, вам через минуту придет смс с вашим логином и паролем. Для вас откроется основная страница сайта, куда вы должны вбить вот эти новые логин и пароль. И далее вы подпадаете в свой личный кабинет. В своем личном кабинете все разделы разделены на блоки. И после того, как вы пошагово заполняете каждый блок, ставится галочка. Очень легко проследить, где вы что заполнили. В самом первом разделе у вас будут спрашивать, какой вид на жительство, на основании чего вы хотите оформить. Есть несколько вариантов. Вы выбираете либо по покупке недвижимости, либо по аренде. Иначе она называется по высокому доходу. Хочу отметить, что либо по покупке недвижимости, или по аренде, иначе называется по высокому доходу, процедура и сбор документов практически одинаковы. Если вы приобрели недвижимость и первый раз оформляете вид на жительство, то вам могут его открыть на полгода, либо на год. Если вам открывают на полгода, то вам необходимо через полгода предоставить договор еще раз купли-продажи в миграционную службу и еще раз показать движение денег на счету. И вам не нужно сдавать анализы, вам продлят вид на жительство на год. Далее, после того, как вы ответили, на основании чего вы хотите оформить вид на жительство, вы должны загрузить свои паспортные данные и справку от Мухтара в программу. Мухтар это староста, это как такой главный человек от народа, который имеет определенную свою работу и он дополнительно занимается выдачей справок для людей. В каждом районе есть свой Мухтар, свой главный человек. Для того, чтобы он вам дал справку, вам необходимо принести либо договор долгосрочной аренды, либо принести договор купли-продажи, смотря вот на основании чего вы хотите оформить виды на жительство. И хочу заметить, что просите у Мухтара, чтобы он вам сделал оригинальные справки в двух экземплярах на каждого человека, даже, может быть, и в трех. Далее, на эти справки необходимо наклеить марки. Они продаются на почте и их необходимо наклеивать. В этой справке должны быть указаны ваши паспортные данные, место жительства, а также фамилия и имя ваших родителей, мамы и папы. Также, после того, как вы загрузили скан своих паспортных данных в программу и справку от Мухтара, у вас выскочит анкета на детей. Вы должны заполнить фамилию и имя, возраст ребенка и паспортные данные ребенка. Дальше у вас выйдет графа по доходу, которым будет спрашиваться, откуда у вас доход. То есть, по работе, по банковскому счету. Мы выбирали банковский счет. Далее у вас будет спрашиваться, какая сумма дохода в месяц. И я рекомендую указывать, и вообще нужно указывать, не менее одной минимальной заработной платы на человека. Указывайте больше. Если по покупке недвижимости, то это одна минимальная не меньше. Если по аренде, то это высокому доходу, то это три минимальных заработной платы. Плюс, там нужно отдельно указать, должна быть сумма арендной платы. Поэтому по аренде вы указываете намного больше суммы. После заполнения всех этих данных мы ждем следующего шага. Это приглашение в полицию. Называется рандеву. Куда вы должны прийти с собранными документами. Какие документы нужны, я вам сейчас расскажу. Миграционная служба полиции, если это Кирене, Лаптал, Санжак, пригород Кирене, находится в Кирене возле Барыш-парка, недалеко от рынка, который по средам проходит. Вы туда должны привезти документы. Если это район Эскеле или Фомагуста, то миграционная служба в Фомагусте. Итак, теперь записывайте, какие документы нужно привезти навстречу в Рунде-Бук в полицию. Первое. Это копия паспорта. Второе. Это копия предыдущего вида нажительства, если оно есть. Если его нету, тогда надо копия штампа последнего въезда в страну. Третье. Нужна копия договора купли-продажи со всеми страницами. Обратите внимание на последнюю страницу, где будут печати о том, что ваш договор зарегистрирован в земельном кадастре, а также с налоговой. Если у вас договор по аренде, также должна быть печать с налоговой о том, что ваш документ зарегистрирован, потому что ваш арендодатель платит налоги, налоговую. Четвертое. Необходимо указать номер заявки на разрешение для того, чтобы получить титул. Называется ДОСИ. Это такой документ, который необходим именно в последнее время. Раньше его не требовали. Это такой документ, который именно будет указан номер вашей заявки в МИД о том, что вы хотите получить разрешение на перевод титула. И запомните главный очень важный момент. Когда вы покупаете недвижимость и вы хотите получить вид на жительство, то вам необходимо обратиться в Министерство иностранных дел для того, чтобы подать на титул. Вот как раз таки этот номер на разрешение вам дали. И вам для этого необходима справка несудимости. Поэтому заблаговременно закажите справку перед тем, как вы приедете на остров. Она действительно 6 месяцев. Перевести и заверить ее можно на острове, но она вам тут понадобится обязательно, если вы хотите сделать вид на жительство непосредственно при покупке недвижимости. Также в полицию необходимо привести договор об открытии счета, номер счета, на котором у вас будут находиться денежные средства в размере не менее одной минимальной заработной платы на человека. Если при покупке недвижимости, если при аренде, то три минимальной заработной платы плюс рентная плата за год. Из опыта хочу ответить, вот сейчас происходят скачки лиры, поэтому в лирах сложно что-то сказать, но раньше это было на человека надо указать запасом, чтобы уже все наверняка открыли, ведь вы живетесь и у вас есть маленькие дети, на человека это было около 7-10 тысяч долларов, по аренде около 20, сейчас из-за курса возможно в долларов эквиваленте эта сумма меньше, но я рекомендую все-таки вот этих цифр придерживаться. Также не будет лишним, если вы положите в документы, которые вы будете подавать в полицию, документы со школы о том, что ваш ребенок учится, что его приняли, это будет еще как основание, оно такое неофициальное, но у него там нету в перечне документов, но оно будет для того, чтобы может быть даже ускорить процесс получения вида на жительство. Также вам необходимы фотографии, вы можете ходить фотографии на Беркерении возле Деннис Плазы, есть фото от Илье, приходите, говорите, что вам для ВНЖ надо фотографии, они все знают, они вас фотографируют, и также приложите еще в эти документы справку от Мухтара, которую вы загружали ранее в программу, это лишнее не будет. После того, как вы соберете пакет документов и принесете в назначенное время ДОВУ в полицию, вам через где-то неделю-две придет смс о оплате анализов, для этого вам необходимо анализы эти оплатить и так же вы автоматически оплачиваете страховку. Это было раньше 586 лиры, сейчас вот можно уточнять по последним данным сколько, там у вас придет сумма и вы ее оплатите. очень важно оплатить именно карты кипрского банка, потому что иностранные не проходят платежи. И я хочу заметить, что когда вы будете открывать счет на северном Кипре, показывать денежные средства, также банк должен находиться на Кипре. Это может быть турецкий или кипрский банк, но он должен находиться на Кипре. Анализы, которые здесь необходимо сдавать, это на спид, гепатит и туберкулез. Делают МАНТУ и через 2-3 дня говорят прийти и показать реакцию на МАНТУ. После того, как будут ваши все анализы, результаты анализов переданы в министерство и все ваши документы рассмотрены в полицию, вам выскочит следующий шаг. Это обычно занимает от трех и больше недель. Может, вам повезет раньше и вам выскочит следующее окошко о том, что пришло добро, вам надо оплатить ваша ВНЖ, что нужно оплатить налог. Это было 467 лиры. Итого полностью сделать вид на жительство, вот как мы делали в то время, это было 1053 лиры. Цены немножко меняются, поэтому нужно, вам там это все в окошке будет выскакивать, то есть суммы вы будете видеть, вам не нужно это где-то узнавать, оно все будет вам выскакивать автоматически, вам только нужно будет оплатить. Привязываться к какой-то сумме я не хочу, потому что все меняется, минимальная заработная плата меняется, меняется стоимость анализов, страховок, поэтому это все меняется, ну, вы должны знать, что это все вам выскакивает в окошке и вы все это оплачиваете. Как только вы оплатите налог, то все сразу сформируется документ, вид на жительство, который вы сфотографируете и который вы храните до его окончания. Так же, вот, распечатайте его, будете показывать при въезде, при выезде, потому что в базе не всегда у них этот документ может быть и очень важно, чтобы этот документ был у вас, вы сможете жить, вы сможете выезжать, въезжать и быть полноправным жителем острова. В сегодняшнем видео я вам рассказала, как пошагово оформить вид на жительство и какие документы необходимы. Я надеюсь, что моя информация была очень полезная. Ребята, подписывайтесь на наш канал, мы хотим быть очень полезными и давать самую достоверную информацию по Северному Кипру. Я со всеми, кто ко мне обращается, вот можете мне в комментариях написать, провожу прям целые беседы и рассказываю многим людям, а с какой целью вы хотите сюда приехать. Подумайте, не покупайте онлайн, не торопитесь, не делайте эту там пятую, десятую только прививку, чтобы только сюда приехать. Берегите свое здоровье, очень осторожно относитесь вообще к некоторым лицам, очень осторожно и сами, сами все вы сможете сделать. В общем, мы на связи, пишите нам, звоните, встречаемся на Кипре. Пока!